В городе все готово к встрече воспитанников. В 16 образовательных учреждениях прошли приемки. Крупный мусор вывозит техника. Волонтеры будущего Арктики выходят на борьбу со свалками. Садоводческий эксперимент. Дачники Муравленко придумали эко-бокс для компостирования отходов. До начала учебного года осталось меньше месяца. Готовность школ и детских садов к встрече с детьми проверила специальная комиссия. В Снежинке все готово к приему воспитанников. Прилегающая территория благоустроена. Гостей встречают разноцветные флажки, яркие рисунки на асфальте, фотозоны, арт-объекты и цветники. Изменения не только снаружи, но и внутри. В новом учебном году здесь откроется Центр физкультура, где воспитанники попробуют себя в скалолазании. Творить, сформировать представление о безопасности, узнавать о добровольчестве, познавать Россию и не только ребята смогут в Центре найти себя. Комиссия высоко оценила подготовку учреждения. Подобные приемки уже прошли в 16 образовательных учреждениях. Очень тщательная подготовка. Во-первых, очень большой объем работ в рамках текущего ремонта, в рамках укрепления по антитеррору. В общем, много всего в части безопасности, в части выполнения предписаний. Но и что очень радует, это то, что приобретается уникальное, очень интересное, современное оборудование. Придумываются какие-то интересные новые локации, новые центры в рамках подготовки спортивной, в рамках интеллектуального развития. То есть и здесь ни одна образовательная организация не похожа на другую. Вопросы обеспечения безопасности – абсолютный приоритет каждого образовательного учреждения. Соответствие требованиям проверяют межведомственная комиссия. Сотрудники полиции, Росгвардии, надзорной деятельности, ресурсоснабжающие организации и другие. Осматривают все от эвакуационных выходов до средств пожаротушения. При приемочных мероприятиях непосредственно внимание обращается на систему автоматической пожарной сигнализации, управления эвакуацией людей при пожаре, сработки систем непосредственно ее обслуживания, договора на обслуживание. Потом обращается на обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, соответственно, комплектация, первичные средства пожаротушения, их перезарядка, ну и, соответственно, сроки годности. У нас был текущий ремонт помещений, замена дверей на запасных выходах. К новому учебному году мы готовились, выполнив все предписания, которые у нас были, по антитеррористической безопасности и по пожарной безопасности. У нас установлен электропривод на въездные ворота и электромеханический замок на калитку. Еще у нас была модернизация ограждения, у нас выполнены согласно требованиям, рекомендациям по антитеррору. Готовность к новому учебному году проверили и в Эврике. Здесь закупили современное оборудование, оформили холл и лестничное пространство. Учреждение молодое и оснащено современными системами безопасности. Тем не менее, их модернизируют, чтобы соответствовать всем необходимым стандартам. Дежурное дело вне ведомственной охраны Рамиль Мустакимов проверяет работу системы, дает необходимые рекомендации. Мы смотрим систему оповещения управления эвакуацией, систему видеонаблюдения, периметральное ограждение, систему контроля управления доступом. Насколько это все работоспособно, насколько это все реализовано. Вместе с тем оценивается умение и действие персонала действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Оценивается знание охранников, даются соответствующие рекомендации по пропускному режиму, по внутриобъектовому режиму, как действуют случаи различных угроз. Работа комиссии почти завершена. В конце недели она проверит еще два учреждения. Алена Гафарова, Андрей Нагибин, Новости Муравленко. Седьмой сезон регионального проекта «Будущее Арктики» продолжается. В этот раз 20 эко-волонтеров навели порядок на территории промышленной зоны. Им удалось собрать 40 кубометров бытового и строительного мусора. Мешки для мусора, перчатки, хорошее настроение и немного свободного времени. Все, что нужно волонтерам проекта «Будущее Арктики», чтобы навести чистоту и порядок вокруг. С нами вышло на уборку более 20 человек в лице управления муниципального имущества, управления жилищно-коммунального хозяйства, «Газпром» вышел, «Медики». Ну, то есть, очень разнообразный состав такой у нас сегодня получился. Ольге Иосифовне Бондаренко 68 лет, но каждый свой выходной она проводит активно. Говорит, для здоровья полезно, а экология для пенсионерки сродни идеологии. В лес хожу очень много, и так далеко бывает, заходишь 10-12 километров, там такие вещи, холодильник. Вот мусора вроде нет, холодильник. Вот как люди умудряются, такие вещи какие-то. Ну, если бывает легкий мусор, я пакетик собираю и выношу, помимо того, что собираю грибочки. Знаете, находки бывают разные. Мы называем находки, мы сейчас нашли чемоданчик фельдшера. Ну, вот просто набор был такой очень интересный. Поэтому, начиная от каких-то строительных конструкций, автомобильных запчастей, мне кажется, здесь можно просто обустроить гараж, квартиру, новой и старой техникой. Крупногабаритный мусор с территории промзоны вывозят при помощи техники. В этот раз ее предоставили предприниматели Мативосян и Осаян, а также предприятия Муравленковские коммунальные системы. Водитель погрузчика Александр Хотин часто выезжает на массовые экологические акции. Конечно, важно. Это для нас и для будущего поколения. Я считаю так. Мусор убирать надо. Это наша природа. В основном бутылки. Пластмассовые валяются. Много. Частенько едешь. Даже трехлитровый. За несколько часов работы волонтеры проекта «Будущее Арктики» собрали 40 кубометров мусора. После чего его вывезли на полигон ТБО. Очередная уборка экоактивистов пройдет в конце месяца. О дате, времени и месте сбора сообщат заранее на странице проекта во Вконтакте. Анастасия Попова, Андрей Нагибин. Новости. Муравленко. Волонтеры проекта «Экология внутри» запустили садоводческий эксперимент. Они создают общественный экобокс для компостирования, который может перерабатывать пищевые и биоразлагаемые отходы. Дачный участок семьи Янгировых превратился в настоящую научную лабораторию. Главное изобретение – экобокс для компостирования, ящик, внутри которого прослойно выложены отходы. Он позволяет собственноручно создавать удобрения, которые и так необходимы для северной земли. У нас в север нет земли. Навоз, перегной, он стоит очень дорого, привозной, не всегда хорошего качества. Поэтому мы подумали, что хорошо бы самим это сделать. Интернет – это вообще круто, конечно. Там столько информации. Бери, делай, пробуй. Брали, делали, пробовали разными способами. К инициативе семьи Янгировых присоединились 12 волонтеров проекта «Экология внутри». На протяжении месяца они будут создавать общественный экобокс и силами всех неравнодушных к экологии горожан наполнять его отходами. Мы подбираем доски для строительства ящика. Вот сейчас вместе с Дианой их подбираем, положим их в сторону пока. Этими досками мы будем обшивать наш ящик. Для строительства еще мы подобрали брус. Он у нас будет как опора, на которую будем нашивать доски. Мы выбрали размер. Ящик будет высотой 90 сантиметров. Вот здесь сделали эти засечки. Будем отпиливать сейчас. Изобретение сделано с перспективой. Часть ящиков стоит в теплице, чтобы даже в зимнее время производство компоста не останавливалось. Если соблюдать все инструкции и своевременно добавлять отходы, то компост можно получать до двух раз в год. Используем иногда еще, когда совсем надо быстро, удобрения эмки. Они помогают вместо, допустим, 7-10 месяцев за 2-3-4 месяца сделать хороший компост. Поэтому даже в условиях нашего севера можно за сезон, если зимой набирать отходы, накапливать, то весной можно этим всем все заложить и залить эмкой. И к осени у вас будет уже хороший компост, хороший перегной и разложить на грядки. А на следующий год у вас будет уже хорошая плодородная земля. Основная задача эксперимента – показать муравленковцам, что сортировка отходов – несложное, но очень нужное дело, присоединиться к которому может каждый. Чтобы показать, что можно, и это вообще нормально, раздельно собирать отходы, мусор, как мы его называем, и что это не просто ненужное что-то, какой-то отход какой-то, а это именно полезное вещество, которое, в принципе, не загрязнит и принесет только пользу. Вот что-то нормально. Есть разные виды отходов, и достаточно большой процент – это органические отходы. И на самом деле, вместо того, чтобы органику выкидывать в пакет, который поедет на свалку, ее можно компостировать. То есть положить специальное место, чтобы она перегнивалась, становилась удобрением. И вообще-то те, кто занимается выращиванием, садоводством, огородничеством, вполне могут использовать это как раз как удобрение. И вообще-то таким образом помочь экологии. 9 августа эко-волонтеры и неравнодушные жители города объявили эко-акцию. Они вместе наполнят ящик для компостирования и таким образом сделают вклад в сохранение экологии. Присоединиться может любой желающий. Татьяна Максимова, Виталий Сидняев, Новости Муравленко. И на сегодня это все новости. Еще больше вы найдете на сайте muravlenko24.ru и в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова